Сейчас в соцсетях очень много мне пишут людей, поддерживают, выражают соболезнования, и многие просто пишут одно слово, что сижу, плачу. То есть, понимаете, люди, прочитав и посмотрев эти фотографии, они просто плачут даже над чужими собаками, над чужими. А эти собаки, я их вырастила вот с таких комочков. И не плакать, но, честно, я плачу за ними до сих пор. Одна из собак, которая сейчас сидит у ног Анны Верченко, чудом осталась живой. Его зовут Рексом. И хорошо, что он сейчас вместе с Анной, что он у нее есть. Он фактически поддерживает ее после всего, что случилось. Рекс для меня боевой товарищ. Он не просто собака. Мы с ним проработали в ОМОНе много лет. И там он у меня искал взрывчатые вещества, взрывные устройства, оружие. То есть мы выезжали на обыски торговых центров, на зачистки школ. Было тяжело, потому что это и в жару, и в холод, да, происходило и в помещениях, и на улице. И, то есть, естественно, собака и перегревалась, и тяжело было дышать, но никогда он не отказывался работать. О своей собаке нам рассказывает Анна Верченко, майор полиции в отставке, ветеран кинологической службы. На протяжении многих лет она сотрудник кинологического подразделения Центра специального назначения сил оперативного реагирования и авиации Росгвардии ОМОНа «Зубр». Прошла путь от рядового сотрудника до куратора кинологической службы. Рекс – одна из ее собак. У него медалей так много, что они занимают всю его могучую собачью грудь. И кроме своей очень непростой армейской службы он еще выигрывал различные соревнования. Был чемпионом Москвы и России, побеждал в армейских межведомственных состязаниях. Его хозяйка награждена орденом за заслуги перед Отечеством, многими медалями. А однажды была удостоена высокой чести и представляла кинологическую службу на торжественном собрании и на встрече с Дмитрием Медведевым, тогда президентом Российской Федерации. Но годы шли и наступило время выходить на заслуженную пенсию. И благодаря заботам его хозяйки дальнейшая жизнь Рекса должна была идти уже без перегрузок, спокойно и размеренно. Анна Верченко в первую очередь для него, для пенсионера Рекса, на участке в садоводческом кооперативе в Малом Ледове создала пространство для комфортного проживания. Я строила этот вольер вот для вот этих вот заслуженных собак, которые прослужили в Аммоне длительное время. Они заслужили хорошо отдохнуть и чтобы у них была возможность даже в мокрое время, в дождливое, не мокро провести свое время. Здесь вот в зимнике они заходят в холодное время года, то есть греются там у них, очень все утеплено. Рядом с вольером зеленое пространство, где собаки могут гулять. Причем надо иметь в виду, что овчарки идеально воспитаны. Без причинного и бестолкового лая у них просто не бывает. Никаких претензий к Анне Верченко никто не высказывал. Казалось бы, ее собаки никому не должны были мешать, но такой человек нашелся. В производстве следственного управления Межмуниципального управления МВД России Щелковска находится уголовное дело, возбужденное по статьям 167 и 245 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту отравления собак в деревне Малая Ледова. В ходе предварительного следствия были допрошены очевидцы происшествия, проведены экспертизы, а также психолого-инвестическое исследование одного из свидетелей. Имеется достаточное основание полагать, что к совершению данного противоправного деяния причастен местный житель, которому в настоящее время предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. История эта продолжается уже больше года. Сначала у Анны Верченко неожиданно умирает одна собака. Подозрение, что ее великолепных, умных, воспитанных, можно сказать, необыкновенных с точки зрения их собачьей судьбы и биографии четвероногих питомцев в буквальном смысле травят, стало окончательным, когда страшная история повторилась в отношении еще двух собак. Рексу стало плохо. У второй собаки у суки начались судороги. Рекс плохо себя чувствовал, текли слюни, потеря ориентации была, то есть что-то ему казалось, какие-то галлюцинации у него были. И я их повезла в ветлечебницу, где одна собака, к сожалению, у меня скончалась, а Рексу, видимо, яда попало меньше. И просто у него произошло накопление этого яда в крови, и ему удалили селезенку. Статья 245 Уголовного кодекса, которая называется «Жестокое обращение с животными», имеет, к сожалению, очень сложную доказательную базу, и потому нечасто завершается привлечением виновных ответственности с присуждением реальных сроков наказания. Но случившееся в Малом Людове моментально распространилось по просторам интернета, тем более, что людей, у которых отравили собак, оказывается очень много. В сети обсуждение занимает сотни страниц. Появилась даже петиция с изложением этой печальной истории. И на тот момент, когда мы завершали съемки этого сюжета, ее поддержали в интернете более 10 тысяч человек. Если анализировать судебную практику за второе полугодие 2019 года, то усматривается для Москвы и Московской области всего лишь 38 приговоров от такого количества случаев. Понимаете, что слишком маленький процент доходит до суда. И, соответственно, люди тоже это видят и реагируют. Когда такие ситуации складываются и видят, что будет правосудие, люди обращаются. Практически дело уже до конца расследовано. Сейчас чисто процессуально необходимо некоторые следственные действия провести к следствию и уже приступать к ознакомлению с материалами дел. Справедливое наказание виновного – это своего рода важный для очень непростой юридической коллизии прецедент доведения до суда общественно значимого случая. Это должно произойти обязательно. Но знаете, неотвратимость наказания, даже оно не может заглушить тяжелого чувства, которое возникает, когда разговариваешь сейчас с Анной Верченко. Она старается не говорить о человеке, который травил ее собак. Старается и не может не говорить. Мне просто хочется посмотреть в глаза этому человеку, потому что он, физически уничтожив мою собаку, он морально уничтожил меня. Для меня это такой удар, что я как бы даже передать словами не могу. Я не могу это описать, вообще свои чувства, я не могу передать их. Посмотреть в глаза человеку. В данном случае стоит ли это делать? Мы в этом не уверены. Андрей Цеходович, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.